По состоянию на 2024 год операционная система Windows является самой популярной ОС для персональных компьютеров. В данный момент она установлена приблизительно на 70% всех ПК и ноутбуков, а в свои лучшие годы так вообще могла занимать все 95% рынка. Но так было не всегда, ведь популярность и любовь пользователей надо еще заслужить. В этом видео речь пойдет о Windows 3.0, первой версии Ocon, которая получила широкую известность, и также о том, как она повлияла на будущее операционных систем от Microsoft. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. На дворе конец 80-х. В то время Windows еще не было полноценной ОС, а только графической оболочкой для другой операционки от Microsoft, MS-DOS. Версии 1.0 и 2.0, которые уже на то время существовали, имели небольшой успех на рынке. Да и по сравнению с конкурентами в лице macOS и Amiga OS, они были более примитивными, что в плане функционала, так и в плане интерфейса. Главной проблемой версии 1.0 и 2.0 было то, что они являлись отдельными, сильно ограниченными средами MS-DOS, под которую выделялось 640 кБ оперативной памяти. Из-за этого на ней было невозможно запускать сложные программы, а многозадачность очень сильно страдала. В 1984 году IBM совместно с Microsoft начали разрабатывать операционную систему OS на 2. Она должна была преодолеть ограничения DOS, тем самым решив проблемы тогдашних версий Windows. Вместе они успели выпустить три версии данной ОС, но в начале 90-х эти две компании разошлись своими путями. IBM, независимо от Microsoft, начинает разрабатывать менее требовательную версию OS на 2, а Micro, вдохновившись всей этой суетой и имея наработки, приступила к созданию собственной ОС. Так же как и с OS на 2, Microsoft ставила себе за цель решить главную проблему своих предыдущих версий Windows. В начале 1989 года были созданы первые сборки новой версии, в которой обошли ограничения DOS. Именно с этого момента началась разработка, которая заняла около полутора лет. И вот 22 мая 1990 года в свет вышла Windows 3.0, третья по счёту версия ОКОН. То, что она стала успешной, это ничего не сказать. По сравнению с предыдущими версиями и конкурентами, продажи были на высоком уровне, а популярность только росла. Windows 3.0 была сильно изменена в сравнении со своими предшественниками, и по факту была настоящим прорывом в области операционных систем. Немаловажную роль в этом сыграл софт, а точнее то, что во время разработки, Microsoft распространяла бета-сборки среди разработчиков и поставщиков программного обеспечения, из-за чего ближе к релизу уже было создано и портировано множество программ, что тоже сказалось на старте продаж и популярности в целом. Как я уже сказал, в сравнении с Windows 1.0 и 2.0, 3.0 было сильно переделано, и заимело рядного введения, о которых я вам сейчас и поведаю. Внешний вид был значительно изменён, теперь вместо названия приложений можно было увидеть его иконку, что было более удобно и практично. Также изменилась цветовая схема 16 на 256 цветов. Интерфейс стал более приятный глазу, и появился смысл ставить обои на рабочий стол. А, да, такая возможность, как и сами обои, тут тоже появилась впервые. Обновлённый установщик тут тоже был добавлен. Делился он на два этапа. Первый, где мы выбираем оборудование и копируем файлы установки. Он, кстати, использовался аж до релиза Windows XP, хоть и с немного другим функционалом. И второй, графический этап, где тоже копируются файлы и производится сама настройка и установка. С этим нововведением процесс инсталляции Windows стал более простым и понятным. В более ранних версиях для работы с файлами и запуска программ использовался файловый менеджер MS-DOS Executive. Этот инструмент был основным способом взаимодействия с файловой системой. Однако в 3.0 были представлены более простые и интуитивно понятные программы для работы с файлами и запуска приложений. Диспетчер файлов и диспетчер программ. Незамудрённые названия, конечно, ну и ладно. Несмотря на их появление, MS-DOS Executive всё же остался в качестве альтернативы. Ой, чуть самое важное не забыл. Тут впервые появился пасьянс. Максималочка! Несмотря на кажущуюся незначительность нововведений, следует помнить, что они появились в начале 90-х годов. В то время, когда персональные компьютеры стали относительно доступны и начали массово использоваться. Поэтому для того времени они были немаловажными. И всё же они как-никак помогли составить конкуренцию тогдашним операционным системам. Ещё одной из причин популярности Windows 3.0, а точнее уже семейства Windows 3X, стало наличие различных версий и редакций, которые дополняли систему новыми функциями и позволяли использовать её в более специализированных направлениях. В данном семействе их было шесть, не учитывая саму 3.0. Вместе с популяризацией компьютеров появилась надобность запускать на них не только ПО, но и файлы мультимедия, то есть аудио, видео и так далее. Windows 3.0 этого не умела, ведь она не имела поддержку необходимого оборудования. Поэтому в 1991 году было выпущено Windows 3.0 with Multimedia Extensions, редакция в которой появилась поддержка звуковых карт, оптических приводов, джойстиков и прочего железа. Также тут появилось приложение под названием Media Player, которое позволяло воспроизводить аудио и видео файлы. И да, это первая версия того самого Windows Media Player. Данная редакция поставлялась только с готовыми компьютерами от различных производителей, таких как Packard Bell, Fujitsu, Neck, Tendi и другие. Для некоторых из них, кстати, были сделаны собственные экраны загрузки. С развитием мультимедийных технологий и ростом мощности компьютеров, Windows 3.0 стала устаревать. Версия 3.0 with Multimedia Extensions была доступна только в формате OEM и не могла удовлетворить растущие потребности. Поэтому уже в 1992 году была выпущена более улучшенная версия Windows 3.1. Главным ее нововведением стала поддержка мультимедийных устройств и компонентов. Microsoft сильно с этим не заморачивались и просто перенесли их из 3.0 with Multimedia Extensions. Кроме этого сюда добавили более качественные шрифты, обновленные иконки и антивирус. Интересный факт. Антивирус из 3.1 определял программу установки Windows 95 как вирус. Friendly Fire получается. Вместе с новыми функциями к системе пришел большой успех. По продажам она обогнала 3.0. А также именно ее начали ассоциировать с семейством 3X. То самое чувство, когда сиквел стал лучше оригинала. Интересный эксперимент Microsoft в области операционных систем состоялся в 1992 году с выпуском Modular Windows. Эта система была создана с целью оптимизации работы на мультимедийных устройствах по типу проигрывателей и обладала уникальным интерфейсом. Модульные окна были выпущены только для одного устройства. Tandy Memorex Video Information System. Это был CD-ROM проигрыватель, выпущенный одновременно с системой. Однако его коммерческий провал поставил крест на дальнейшем развитии Modular Windows, оставив ее в статусе забытой версии. Кстати, на основе нее был создан установщик 95-й винды. Помимо предыдущих трех, существовали и менее масштабные редакции. Windows 3.1 for Workstations, например, было разработано для удовлетворения потребностей рабочих групп и предлагало улучшенную поддержку сетевых функций. Windows 3.2 было локализировано для китайского рынка и включало в себя поддержку сложных китайских шрифтов. Отдельного упоминания заслуживает Windows 4Pan Computing, которая была ориентирована на устройства, поддерживающие рукописный ввод, и позволяла взаимодействовать с компьютером с помощью стилуса. То, что Windows 3.0 повлияло на будущее Microsoft, это ничего не сказать. Система изначально задумывалась как значительное изменение продукта, и у нее это отлично получилось. Своими нововведениями она заложила фундамент для будущих ОС, а некоторые ее элементы можно найти в системе до сих пор. Она заимела огромную популярность, из-за чего на основе нее были выпущены различные подверсии, которые лишний раз указывали на востребованность этой системы. Буквально каждая редакция переросла в что-то важное для Microsoft. Мультимедиа, без которой невозможно представить современный ПК, появилась в Multimedia Extensions и 3.1. Именно Modular Windows стало вдохновением для будущих Embedded систем, на основе которых сейчас работает огромное количество техники. Операционки для корпоративного сегмента хоть и работали тогда уже на новой архитектуре NT, но одной из первых ее реализаций было именно 3.1 for Workstations. Думаю, сложно не согласиться, что Windows 3.0 стала не просто еще одной операционной системой, а настоящим катализатором дальнейшего развития Windows. А что вы думаете о Windows 3.0 и семействе 3X? Напишите в комментариях. Если будут какие-то замечания или дополнения на эту тему, я их обязательно закреплю. Ставь лайк и подписывайся, если тебе нравится подобный контент. Также у меня есть и другие социальные сети, заглядывай, если интересно. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok